Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Недавно я вам рассказывала про это здание, которое находится на Никольской улице. Это доходный дом парфюмера Бракара. И здесь на первом этаже находится магазин Новая Заря, который является как бы последователем фабрики Бракара, эта продукция. И мне захотелось в этом разобраться получше, подлубже, и с вами поделиться историей этого бренда, историей этой фабрики, этого магазина. И я решила это сделать, и начала я с магазина. Я вам уже показывала этот дом и фабрику, которая находится на Мытной улице. И вот теперь магазин и история. Эта розметическая парфюмерная фабрика была основана в 1864 году, как я уже сказала, французом, предпринимателем и парфюмером Генрихом Анри Бракаром. И с 1925 года эта фабрика выпускала знаменитые духи «Красная Москва». Кстати, я сейчас вот когда сначала, в начале моего видео, я вам покажу, здесь такая есть такой музейный прилавочек, где собраны духи по самые такие известные ароматы фабрики «Новая зарядка», которые наверняка все вы знакомы. У меня, я когда увидела, у меня прямо сердце защемило, у моей бабушки было. Она очень любила Красную Москву, Красный Марк. Я хорошо помню эти упаковочки. Вот вы всё это можете здесь посмотреть. Эти упаковочки жёлтенькие с Красным Марком, эти флакончики, даже помню запах удивительный. Вот на этом прилавке, видите, 22-го года, там, 24-й год, и дальше там уже 40-е годы, 60-е, Олимпийские. И вот вы можете посмотреть, как это выглядело. И чем душились люди в то время, я имею в виду фабрику «Новая заря», которая являлась, собственно, таким брендом и всем известной маркой в то время. Но её бы определили, вот сразу видно, по куполам. Почти везде есть, на всех бутылочках есть купола или как-то вот что-то похожее на купол. Это как бы такой символ советской парфюмерии и шлейф советской женщины. Ну, а придумать эти духи мог только француз, как я уже вам сказала. И вот он приезжает в Москву, Анри Братар, и в Москве Андрей Афанасьевич, так по-московски порой величали уроженца Франции, прожил 39 лет с 1861 года и почти до самой смерти в 1899 году. И именно здесь он добился фантастической популярности, стал одним из самых удачливых предпринимателей после реформенной России, после отмены крепостного права в 1861 году. Россия для парфюмеров выглядела очень привлекательно в то время. На Руси были древние банные традиции, и представители всех сословий неизменно, обычно в субботу, посещали обязательно бани и парились до изнеможения. Но большинство россиян мылось в ту пору щёлоком, изготавливаемым кустарным способом из печной залы, и хорошее мыло завозилось из-за рубежа, было доступно лишь представителям высшего сословия. Народ попроще, в лучшем случае, пользовался помывочным средством, внешний вид которого вошёл в пословицу «мыло черно, домоет белом». И вот, обосновавшись в России, Анри Братар около полутора лет проработал наёмным технологом в представительстве одной из французских парфюмерных фирм и изобрёл новый способ изготовления концентрата духов. Это было очень перспективное открытие, сулившее автору солидные вознаграждения и премиальные. Но он совершил непостижимый поступок. Он продал изобретение парфюмерной компании «Рур Бертран» за 25 тысяч франков и на вырученные средства, да ещё и с секретами от отца и деда, открыл мыловаренную фабрику в Москве. И так он нашёл свою рыночную нишу. Надо сказать, что также Анри Братар совершил другой крайне важный в своей жизни поступок. Он женился на московской барышне Шарлотте Реве Бельдике по рождению. С первой минуты Анри был очарован ею, но вот беда, сердце девушки было уже занято известным певцом. И что же сделал Братар? Отступился? Нет, с видом такого армица божьего он приносит на домашний концерт в корзину восковых фиалок и просит поставить их на рояль. Ну и что вы думаете? Запах фиалок пагубно влияет на связки. В результате возлюбленный мадемуазель Шарлотте опозорился и дал петуха. После чего, естественно, исчез в неизвестном направлении. Через пару месяцев непрерывных ухаживаний хитрый парфюмер признался девушке в любви. Но вот жалование в 120 рублей отца девушке не устраивало, и он сказал, что лото вам непосредством. Однако это не тот человек, Анри Братар, чтобы остановиться на полпути, он едет во Францию, продает там свое ноу-хау по французской фирме Рурбертран за 25 тысяч франков и возвращается в Россию богачем. И осенью 1862 года 19-летняя Шарлотта выходит за него замуж. Это был самый удачный шаг, возможно, в жизни Братара, сильно повлиявший на его бизнес. Шарлотта Андреевна прекрасно владела русским языком, органично вписалась в московскую действительность, и всю жизнь она помогала мужу в делах, придумывала новые бренды, название «Товарный групп», разрабатывала дизайн упаковок и также вела переговоры с партнерами. Фабрика 25-летнего коммерсанта Анри Братара открыл в 1864 году в теплом переулке в Москве. Впрочем, в фабриках было громко сказано, под производственные нужды было быстро-быстро подготовлено помещение бывших конюшен, и первые партии мыла выходили из стен, пропавших конским навозом. Сам хозяин руководил процессом и не боялся испачкать руки. Кроме него, в арке мыла также участвовали еще двое учеников, Алексей Бурдиков, будущий известный мастер и рабочий Герасим. Ну и дальше, уже детище Братара выпускало до 60 кусков мыла в день, сохранились также фамилии первых покупателей, купцов Смирнова, Дунаева и Дамтина. Но мылом, как оказалось, как ни старался, фабрикант мыла спросом не пользовался, вышли составляла 2-3 рубля в день, и тут вмешалась Шарлотта. На примере своей приятельницы, Долли, она знала, что аристократы пользуются только мылом, выбрисанным из Франции. Значит, жена парфюмера решает, что надо ориентироваться на простых людей, но они вовсе не берут мыло, и тогда Шарлотта придумывает рекламный маркетинговый ход. Она предлагает создать дешевое мыло для малышей в виде зайчиков, собачьих, кошечек, а для детей постарше с буквами алфавита. Таким образом, многие юные москвичи выучились читать по азбуке Братара. Для взрослых Братар также изготовил немало интересного. Сначала он сделал ставку на выпуск мыла для всех социальных групп, народное стоило всего копейку, но это были не устрашающие черные куски, бесформенные, а вполне современные, душистые мыла, аккуратные формы, в упаковке. И таким образом, Анри Братар освоил выпуск фигурных продуктов, судафи странноваты, но на запоминающиеся имена. Ну, а для взрослых Шарлотта придумала разноцветное мыло в виде овощей. Такое мыло могло послужить, например, гостинцем для мужиков, торгующих на ярмарке. Стоило такое сокровище у Братара тоже копейку. Ну вот, с этой копейки ты получишь свой миллион, сказала Шарлотта, и оказалась права. Это копеечное мыло пользовалось неслыханной популярностью, а за ним и дедушкино-кокосовое по пять копеек, и мыло огурцом, по форме напоминающей тот самый настоящий огурец, и имело зеленый цвет. На рынке появились такие сортары янтарные, медовые, розовые, греческие и другие. И Братар перенес свое производство сначала на Зубовский бульвар, потом на Пресню. В 1869 году за Серпуховской заставой открылась специально построенная фабрика для выпуска косметической и парфюмерной продукции, которую я вам уже показывала. Сейчас эта фабрика Госзнак, она находится на Мытной улице, и душистый товар там производят и по сей день. И там же сейчас находится фабрика Новая Заря, то есть Братар — это основатель этой фабрики. Успех Братаровского начинания был фантастическим. в общем, и оптовики просто одолевали его, значит, и он решил начать выпуск для массовых покупателей, массовое производство. И, конечно же, появились те, кто стал подделывать эту продукцию, тогда он придумал, как с ними бороться с этим и ввел особую этикетку для всех видов марок. Это был первый случай использования маркировки в России. Ну, потом он стал расширять свой бизнес и стал производить духи, одекалон. Это был качественно иной уже бизнес. И так как уже обеспеченные люди привыкли к французским ароматам, а простолюдины не покупали просто такой товар, одекалон, надо было решать две задачи. Это снизить себе стоимость и оттеснить иностранных конкурентов. Ну, что Братар и сделал. И еще один эффектный прием принес Андрей Братару массу новых покупателей. Ему стало известно, что в Москву прибывает дочь императора Александра II, великой княгиня Девцогиня Эдинбургская Мария. Братар пробился на прием в Большом Кривлевском дворце и преподнес аристократ и необычный подарок. Изготовленный на его предприятии букет нарциссов, роз и фиалок был неживым. Все детали, лепестки, стебли, цветки оказались сделанными из воска и украшены драгоценностями, но восковой букет источал тонкое благоухание. Фиалки пахли фиалками, розы розами, нарциссы нарциссами. Свою ноу-хау промышленный так и не расстроил. Да и не нужно было. Мария Александровна была чрезвычайно тронута подарком и через некоторое время Андрей Братар стал официальным поставщиком двора Дерцогиня Эдинбургская, а позднее и российского императорского дома. В 1869 году предприятие Братара превратилось в мощную фабрику, котлы, машины. Начинается выпуск румяной помады и пудры лебяжий пух. У Братаров рождаются дети, дочь Женичка, сыновья Александр и Эмилий. И Андрей Афанасьевич с раннего утра работает в лаборатории. Парфюмер он действительно был великолепный, но его не интересуют продажи. И тут Шарлотта решает, что можно обойтись и без посредников, ведь они только наживаются на таланте ее мужа и поэтому необходим свой магазин. И в 1872 году на Нитвольской улице пышно открывается первый фирменный магазин Братаров. Второй магазин Братаров открылся недалеко от Биржевой площади. Шарлота придумала сюрприз. Новинку мыло-помада духе-деколон с ошейей крем. Это всего 10 изделий в одной коробке и по цене 1 рубль. Настоящая слава обрушилась на дом Братаров, когда Андрей Афанасьевич изобрел деколон цветочный. И сенсации первой Всероссийской промышленно-художественной выставки в 1882 году стал фонтан, который бил в центре павильона. Его струи испускали необычный аромат. Андрей Братар вложил в создание фонтана немало деньги, но не прогадал. Его новая продукция деколон цветочный была презентована очень таким эффектным способом. Я не буду вам рассказывать про всю продукцию, которую создавал Братар. Я тоже скажу, что он всегда говорил, что я буду работать в России и умирать и уеду во Францию. Так и случилось. Он умер в 1899 году в Канах. Товарищество Братаро и компания с оборотом в 2,5 миллиона рублей перешло в Дове Шарлотте Андреевне. В 1913 году соратник Братаро парфюмер Август Мишель создал в 300-летие дома Романовых духи любимой бакет-императрицы, от которых пришла в восторг не только царская семья. Духам была суждена долгая жизнь и до нас не дошли под названием Красная Москва. Шарлотта Братар до этого момента не дожила, не узнала она и того, что семейное детище национализировали и назвали Новая Заря. И только бюсты мужа и жены Братаро скульптора Анны Семеновны Голубкиной красуются в Третьяковской галерею, увековечивая память об этих замечательных людях. После революции потребность духа резко упала, поэтому парфюмерные фабрики нечетками мыла не выпускали и здесь разместили на фабрике Братар разместили предприятие Госнар. Братаро все так и кануло бы в лету, если бы не Дуня Уварова, бывшая работница одного из Братаровских цехов, она попала на прием к Ленину и заявила, фабрика буржуя Братара попала к трудовому народу и теперь трудовой народ должен ее сохранить. Вождь согласился и бывшую империю Братара включили в трест с идиллическим названием жир-кость. Ну и, конечно же, это было потом переименовано несколько раз. Стать лучшим и популярным духом Красная Москва помогла жемчужина Полина Семеновна Жемчужина, супруга министра иностранных дел Вячеслава Молотова. Она стала главой жир-кости, которую тому времени успели переименовать в ТЖ. Трест эфирно-жировой эссенций. Из подачи жемчужины духами пользовались самые популярные женщины Любовь Орлова, Валентина Серова и Красная Москва стала равна стилю тех лет яркому, уверенному и боевому. Ну, а дальше вы знаете, сейчас ассортимент продукции фавори Новая Заря очень велик, цены достаточно доступны, вы видите, я уже тут 15 минут хожу по этому магазину, мне очень нравится. Кстати, должна отметить, что Бракар, духи по брендам Бракар, которые продаются во многих магазинах, они не имеют никакого отношения к фабрике Новая Заря, это совершенно другой продукт и совершенно другой производитель. Ну, а на сегодня это все, всем большое спасибо за просмотр, я вас жду на своем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, надеюсь, вам было интересно, всем большое спасибо за просмотр еще раз, всем добра, здоровья, удачи и благополучия, всем пока-пока, до свидания, до встречи, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok